Было у вас такое, что во время рыбалки садок складывается, тем самым ущемляя право на личное пространство заключенной в садок рыбы. Если было и вам это не нравится, смотрите ролик дальше. Расскажу и покажу, как подручными средствами избавился от этой небольшой, но не очень приятной проблемки. Итак, дело было на базе отдыха на берегу прекрасной реки Северский Донец. Со шнура браконьерской сети, найденной на берегу и используемой в качестве веревки для сушки полотенца, плавок и прочих тряпочек, снял поплавки из какого-то вспененного материала и приступил к делу. Почти как Робинзон Крузо изготовил из канцелярской скрепки что-то наподобие иглы. В качестве нитки использовал леску 0,25. Нанизал поплавки на леску. Получилась вот такая гирлянда, не очень аккуратно, но функционально. Из самодельной кормушки для фидера, подаренной мне начинающим Фидеристом в знак благодарности за консультации в любое время дня и ночи, снял свинцовое грузило. С помощью перочинного ножа, служащего мне еще с эпохи социализма, по бокам грузило сделал две дырочки, ну или по научному отверстие. Выгнул грузило по диаметру садка и с помощью медной проволоки, которую всегда при длительных рыбалках беру с собой на всякий пожарный случай, прикрепил грузило к самому нижнему обручу садка. Для лучшей фиксации грузило на обруче, пришлось сделать еще одно отверстие по центру. Садки, естественно, у всех разные, но принцип данной конструкции одинаковый для всех. Вот что на данном этапе у меня получилось. К противоположному краю от грузило прикрепил гирлянду поплавков. На остальные обручи также закрепил по несколько поплавков. Вот и вся реконструкция садка. Положение садка в воде после переделки. Достоинства реконструкции. Садок не складывается в воде даже от волн после моторных лодок. Недостатки. Садок стал тяжелее по весу.